Всем здравствуйте! Это канал Разговоры Дома. Сегодня расскажу вам обычные, без всякой эзотерики, упражнения на сухожилие. Кто знает Александра Заса, ты, в принципе, весь ролик поймет, о чем он будет речь идти. Александр Зас занимался растяжением в которых жил. Если из истории говорить, то он в маленьком возрасте, в районе 13 лет мог рвать цепи, мог рвать многие книги, тому подобные вещи, гнуть железо. Но когда дело пришло к тому, что ему надо было устроиться в цирк, он хотел в цирк попасть. Но когда он все это показал, мы ему сказали, что вам, тебе не поверят, что ты можешь это заниматься, то что ты это делаешь, мы видим. Но зрители не поверят, что это возможно. И он пошел другой ход сделал. Он стал заниматься и накачал себе мышечную массу для того, чтобы попасть в цирк. Только для этого. А на самом деле, любой человек может этим заниматься. Любой абсолютно. И любой может рвать цепи и все остальное. Для этого я вам показываю некоторые упражнения. Упражнения на сухожилие Александра Заса. Работаем цепи. Вот цепь. Упражнение дает нам. Но если вы только начинаете это делать, то не больше минуты, потому что жиры очень растягиваются. Здесь упражнение идет на предплечья, сами плечи. растягиваем. Упражнение на грудной клетке. Следующее упражнение. Упражнение. так же и с другой стороны что мы еще можем сделать вот так же тянем вверх так же с другой стороны на другую руку это чисто для плеч растяжение ног растяжение ног делаем таким образом так же с другой стороны на другую ногу так же мы можем мышцы шеи тянем вверх спина вверх на часть на другой стороне так так Что еще можно делать? До множества упражнений, которые могут расстегивать мышцы. На сегодняшний день их настолько наберется в интернете. Но это основное, что вам для начала нужно знать. И тогда вы сможете, как минимум, через небольшое время пробовать сжимать разные предметы железные. В следующем ролике я вам покажу, как это делается. Ведь я тоже достиг некоторых результатов. А кому понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал и будьте сильнее всех и телом, и духом.